здравствуйте друзья на ваших экранах кремниевая долина калифорнии в последние денечки ноября а мы с вами отвечаем на вопрос как вообще атеисту выживать в американской действительности вот тут вопрос такой мне написали он в письменном виде был я по памяти что как вот как атеисту жить в стране где там хороший человек от плохого отличается тем что хороший ходит в церковь а плохой нет где невозможно не ходить в церковь где вот я не знаю чем где-то он набрался этого всего я я на самом деле понимаю где но мы сейчас на эту тему поговорим значит все да и там даже год на на деньгах написано in god we trust да значит вот и как же вот в такой стране а я вам больше скажу они когда там в конгресс да там в сенат присягу дают они ее на библии дают тут правда вот появились первые мусульмане так и для них специально нашли коран не где-нибудь нашли а в библиотеке самого джефферсона знаете у него был коран вот вот эту копию такую маска священную почти так но смысле в двойном смысле священно вот принесли и вот на ней там этот конгрессмен присягал вот те которые евреи их там много в конгрессе они тоже на библии не выпендриваются так вот как все так вот и как же это в такой стране значит вот человеку неверующему быть значит нормально нормально живется но очень многое зависит от того живешь ты в сельской местности ну вот действительно ну реально в селе вот или ты живешь в каком-то большом таком городе в каком-то мегаполисе где разные люди там все это перемешано плотность населения большая и ты можешь так сказать легко выбирать с кем тебе общаться дружить и так далее то есть большой выбор и так далее действительно вот глубинка глубинка от городов больших городов особенно отличается кардинально и и надо сказать что в общем то иммигранты исторически в том числе и иммигранты стран бывшего ссср тяготеют к проживанию в мегаполисах пусть это будут пригороды но все равно каких-то больших городов там много работы там есть куда расти кроме того народ из стран бывшего ссср в основном все таки грамотный профессиональный образованный да все с высшим образованием людям нужны возможности для роста профессионального нужны хорошие школы да мы относимся скажем не так как выходцы из латинской америки относятся к тому что есть хорошая школа для детей у нас совершенно другое представление об этом поэтому вот сабербс да пригороды это так идеальное такое место но пригороды чего а пригороды больших городов где есть много работы где можно зарабатывать хорошо и так далее безусловно есть люди которые живут в глубинке в силу разных причин в процентном отношении ну скажем вот из наших так скажем да это очень небольшой процент иммигрантов и кроме того это же выбор твой но тебя же никто не заставит жить в глубинке они жить например в большом городе поэтому если человек атеист вот на меня посмотрите вот я атеист не не хожу ни в какие там религиозные учреждения не вот если кто-то приходит в дверь стучит там говорят мы вас часто просветим по части иисуса тут есть такие любители ходят по домам спасибо спасибо говорим до свидания поэтому вот вот кремниевая долина вот так живет при том что полным полно вокруг церквей они такие знаете не не гигантские а так небольшие но тем не менее их много самых разнообразных конфессий и ну пожалуйста хочешь ходи давайте разверну немножко на себя раз мы в тенечке так какое-то время находимся вот хочешь ходи хочешь не ходи твое личное дело никто к тебе не цепляется я когда мы только приехали на этим ну пойдем по темноте так сказать вот удивлялся некоторым вещам вот допустим смотришь там какая-то христианская церковь крест стоит ну там все как положено а сможешь одни китайцы думаешь а чего китайцы то а чего же они там не какие-нибудь ну кто там должны быть китайцы они может они буддисты должны быть или там еще кто во всяком случае христиане до чего-то а потом начинаешь с ними разговаривать оказывается там миссионеры давно работали и там в общем достаточно много людей которые христиане и они в большей степени тяготеют к эмиграции там судя вот по их словам там и так далее из индии есть вот то есть то что из индии там скажем мусульман много длеб это я знал но христиане вот из индии там христиане и тоже так начинаешь спрашивать имена такие знаете вот на португальский манер даже не на испанский на португальский и так начинаешь спрашивать а как так так вот там была где-то миссия там туда-сюда и вот они там христиане вот уже там 200 лет ну да поэтому сша в этом смысле не не отличается от любой другой страны скажем западной где есть люди верующие есть люди не очень верующие есть люди совсем не верующие есть какие-то там такие ярые атеисты это это твое личное дело никто в твою жизнь не лезет я ни разу вот за 27 лет я ни разу не видел чтобы кто-то на работе например или соседи спросили ходишь ли ты в церковь а если ходишь то в какую вот я честно слову не со мной такого не было никогда но например вот это не не американская это все-таки ясно наш советская но скажем сакраменто вот люди которые там живут у нас много их то студент в школе и я зачастую с ними разговаривать и они говорят там вот если незнакомые люди встречаются русскоязычные русско-украинскоязычные у них первый вопрос там из какой-то церкви вот у людей в голове это сидит и вроде бы сакраменто достаточно большой город но вы при этом можете и в большом городе жить такой маленькой комьюнити да и вот как в селе допустим вот 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 у вас тут церковь вот вокруг все поселились и вот так и живете при том что город может быть и большой ну и чего теперь ну большой вот поэтому чисто ваше дело хотите значит там где верующие езжайте на где верующие есть места где например очень много наших соотечественников всяких протестантских там направлений да вот сакраменто такое место и в сан-франциско есть народ и штате вашингтон и в оригане там есть места и так далее но но есть вот народ кучкуется там им хочется вот там это их личное дело и никто им слова не скажет но если вы к этому делу отношения не имеете так это тоже ваше дело значит если вы поселитесь в таком месте где первый вопрос когда тебя видит какой ты конфессии или какой церковь ты ходишь да ну значит вы можете почувствовать себя некомфортно вы можете почувствовать себя объектом таких приставаний есть люди на удивление бестактные среди верующих на удивление бестактные они цепляются они пристают они чуть ли не силком тащат там свою церковь они они конечно думают что они что-то хорошее делают при этом но есть есть отклонение на разных почвах бывают отклонения пойти у кого политические у кого религиозные у кого может еще какие не знаю поэтому есть люди с отклонениями а и а есть совершенно нормальные по словам чего американцев я не видел чтобы вот у нас тут во всяком случае я в других местах не жил я жил в сан-франциско я жил вот кремниевой долине где мы с вами сейчас находимся и так проезжаем аккуратненько давайте я разверну разверну камеру будем смотреть на кремниевую долину улицу el camino рил что в переводе означает тут одни говорят большая дорога другие говорят королевская дорога но вот оставим это спорщиком вот пусть так меня оба названия очень устраивают я к сожалению не я к сожалению не проезжаю вот тут мимо какого-то количества церквей но их их реально много вот если так вот просто едешь там по делам вот не по магистралям как вот мы сейчас а так вот по улочкам менее существенным вот там со всех сторонки церкви действительно много любых и православные в том числе есть и православных несколько очень разных например есть в полуалта такая совсем как бы русская православная а есть например там где все по-английски а есть греческая православная по мне тоже по английски службу ведут по разному вот так что я думаю что не верующему человеку не атеисту никакого ущемления здесь нету это в это ваше личное дело если вы живете достаточно большом таком высокой плотностью населения вместе населенном до большом городе или в большом мегаполисе ну а село есть село и там уже как-то свои маленькие сельские какие-то нормы тут уже но еще раз я хочу закончить тем что это ваш выбор и никто вас не заставит так что все ребят счастливо а